Всем привет! У нас сегодня очень ветреный день. А, там ещё написали, чтобы я говорила дату. 26 марта, очень ветреный день, на улице минус 12. Мы тут вышли и рассматриваем, как это сказать? Повреждения. Повреждения машины, да. Кто-то поцарапал вот так вот. Кто-то открыл дверь соседнюю стоящую. Мы подумали, что это Алина, но она стоит сильно далеко. Но на самом деле неизвестно кто. Не похоже, да, потому что моя дверь до неё не достаёт. И её она тоже не достаёт. Ну вот, непонятно, на ночь машина здесь стояла. И кто-то что-то заделал. Мы хотим сейчас ездить помыть и посмотреть, насколько там всё сильно. Может, и ничего? Ну вот тут до грунта, видишь, царапано. Это останется в любом случае. А вот до остального? Сейчас помоем. Вот здесь сильнее всего, кстати, ударило. Возможно, эта машина какая-то повыше. Нет, это просто у тебя такое место самое выпуклое. Да? Ну не похоже. У неё тут всё чисто. Угу. Она счистила улики. Угу. Ну да. Тогда бы и грязь вот эта смылась рядышком. Угу. Ну что, ну... Не будем зря наговаривать. Да нет, мы же шутим, конечно. Что, на мойку? На мойку. Ой, голоса летает. Что за музыка? Гритянская. Была ретро-музыка, стала какая-то такая странная. У нас же здесь построили новую мойку самообслуживания. Называется Аквамен. Так, ну здесь получается 6 боксов и очередь. Очередь всегда. Не, не всегда. Нету зимой очереди. Мы с тобой сколько приезжали... Сейчас такой сезон, что да. Ну мы с тобой приезжали 2 недели назад, помнишь? Два раза подъезжали, всегда было... Теплело уже. Тот бокс якобы работает, но он не работает. Сейчас пошёл человек его туда, видимо, делать, ремонтировать. Чё-то всё, не слава богу, да? Да. Ну в целом вроде как всё нормально. В общем, подождём, если не сильно долго. Я здесь ни разу не была, поэтому мне интересно. Как там, чего? Может сама попробовать? Нет, я боюсь, я мокрая буду всё, нет? Там вообще не мраешься. У меня шланг давлением не унесёт. Ты же сильная. Я слабая. Ты сильная, я знаю. Я слабая. Маленькая девочка. Ты маленькая, сильная девочка. Я хочу в третий бокс. Ну уж как повезёт. Хочу в третий. Или в пятый. Ещё один. Ну мы получается вот за этим, за синим. Да. Да, да. Прямо наступать? Да, не бойся. Всё нормально. Ну боже. Ну вот мы заехали, закрываем. В карте сколько денег? Пусть будет лист. Вода берут? Так можно. Выбираю, что мне надо. Мне нужна пена. Знаешь, пена есть. Деньги не идут. Тут 80 рублей потратил на пену. Потом я нажму воду. Буду водой. А что, они разных денег стоят? Пена, вода? Нет. Нет? Просто время. Антимушка. Да. Она просто питается, потом смоется всё? Да. Сначала пена, потом пауза. Снимайте пену с машины по направлению снизу вверх. Снизу вверх? А почему пену надо снизу вверх смывать? Не знаю. Я всегда думал наоборот. Но вот видишь, написано по направлению снизу вверх. А где лоск? Не написано, но где машина не работает. Здесь нет лоск. Другие в год теперь. Пополосните о смысл. Она полосит бюджет в день разводов от тысячи капель. Вы молодец? Главное, что вы молодец. Маш автомобиль просто прекрасен. Погнали дальше? Лучше ходи за мной. А что? Ну, сзади меня лучше. Ага. Да, да. Да, видно? Да, что осталось. И оно не заполируется. Потому что с водой оно не исчезло. Ну ладно. Бывает. Вот он. Угу. Нужно завершить ей остальное. Угу. 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 Почему у него белая пена? Есть разные пены. Солнце такое, брат, мою. Мокрая. Прикольно, что здесь розовая пена. А там белая пена. Какая еще есть? А зеленая есть? Была еще синяя, но она что-то плохо отмывала. А, да? Все равно эта царапина не ушла, да? Да. Прилично так. Хотя помыли. Сейчас все замерзло. И машина сильно не замарается. Можно ездить. У нас ночью минус 19. Ну, все равно. Жалко, что не смылось. А поцарапано видно. И не отполировать. Только красить. А красить из-за такой мелочи никто не будет. Конечно же. От этого еще печальней. Надо было сильнее бахнуть, чтобы. Ну, надо было, чтобы они сильнее бахнули. И тогда по камерам посмотреть, кто это. Можно, конечно, попробовать. Но ты не хочешь искать. Слишком маленький недостаток, чтобы копаться. Ну, маленький, но тем не менее его никак не убрать. Он останется. Надо найти человека и взять с него за покраску элемента. 10 тысяч. Ну, а что? Плохо? Ну, хотя бы ради интереса посмотреть, кто это сделал. Мне было бы интересно. Если там есть камеры, надо заняться этими вопросами. Может быть. Мы пришли в Командор. Говорят, здесь некоторые покупают консерву. Из чего? Из бобра. Из бобра? Здесь чего-то другого говорилось. Реально из бобра? Мы ищем бобра. Косуля? А медведь есть? Какая фирма должна быть мясничьим, чтобы... А, именно от мясничьего? Свинина, свинина, свинина. Баранина. Каша. Ну, тут пока все просмотришь. Канина есть еще. Канину я бы не стала. Они же умные. Как их есть можно? Ты ел конину? Помнишь. 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 Вот, внизу может что-то есть. Нет, здесь каша только. Что-то такое. Сбитень. Я вот никогда не рассматривала такую мелочь. Ну, всякие там сбитни, сиропы. Кто-то в этом разбирается. Орехи грецкие в сиропе. Ну да, я вот всегда прихожу в магазин и чисто покупаю, что мне надо. А вот так вот не рассматриваю. Вот засахаренный, значит, хороший. Орехи, семечки. Это в меду тоже? Да. Тыквенный. Ну, прикольно. И как вот это есть? Это же сладко, да? Заболел, кушаешь. Не болеешь, не кушаешь. Вот донниковый мед у нас был. Мы донник усаживали и нашу пчелу донниковую носили. Короче, сегодня без бобра. Смотри, розовых опять нет. А ты вчера брал? Да. Ну вот. Берём ещё. Так, розовых нету. Розовых нету, вот тут у меня лежали. Итак, мы... Что ты у них кадры портишь? Мы так и не нашли бобра, поэтому я пришла к Лине. Скажи всем привет. Привет. Здесь есть что-то более интересное. Можно я расскажу про матрас? Угу. Можно посмотреть? Он высокий. Сколько он? 26? 27? 24 сантиметра. А, 24? Ну ладно. Короче, это очень хороший матрас из Осконы. Так что Лина продаёт и сама пользуется. Опять реклама, да? На самом деле это не реклама, но это крутой матрас, потому что здесь был такой себе, он уже был продавленный. А на этом матрасе 1000 пружин на спальное место. 720. Ой, это 800? 720. А, это у новой Сёрты 1000? Да. 720 на спальное место, но он тоже твёрдый, да? Я ещё не садилась. Средняя жёсткость. Ну, он такой же, как и 1000 пружин. Да, да, да. Такой же жёсткий. За счёт чего? За счёт пены? Вообще, реально как монолит. Вот-вот. Жёстче, чем мой диван. Не знаю, надо привыкать. Чтобы мне привыкнуть, мы решили посмотреть фильм. Да, точно. А название нет? Да, вот, смотри. Давай-ка. Вот такой фильм. Почему ты меня пригласила именно его смотреть? Ну, подожди, я сначала выбрала фильм, потом уже тебе позвонила. Потом меня. Ну, тоже половину постарела, да, так что нормально. Ну, давай, дальше идём. Да, 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 сейчас, подожди. Полежу и сделаю свой обзор, отзыв. Короче, фильм закончен. Чё-то перестал свет. Видимо, он очень смешной, да. Да, смешной. Ну, чё? Старый фильм, какого года-то? Не знаю. Надо загуглить. Ну, вообще, не такой, да, старый. Как я сказала? Предсказуемый. Предсказуемый, да. Где потише, это авторское право. Матрас как монолит, реально. Он очень жёсткий. Я полежала на спине, у меня всё затекло, и я полежала на боку. Ну, наверное, надо привыкнуть. Я привыкла прям вот в мягком тонуть. Это, я не знаю, только на любителя. Да, но не сказать, что ты вегетариев. Ну, нифига себе. Он как Денвер. Сёрта Денвер. Мне кажется, да. Это же средняя жёсткость. Тем более, пружин тут меньше. Значит, пена больше, жёстче. Ну, я не знаю, но для меня он очень жёсткий. Куда жёстче-то вообще? Бывает жёстче? Не, ну, в любом случае, круто. И на коленках мы тут походили, на четверенькой поползали. Он реально не проминается, так что всё хорошо. А мы, кстати, начали смотреть сериал «Джентльмены». Ну, какой-то новый сериал от Netflix, может, некоторые смотрят. А или он не новый. Мне кажется, новый. Ну, там вообще, конечно, вынос мозга. Если это такая старинная классика, то там вообще... Ну, мы реально посмотрели только две серии, и я уже в шоке. Ну, там, ну, он вообще такой нестандартный. Мне интересно, как будто на него отреагировал. Ну, такой, ну, прикольный. Не будем сильно спойлерить. Мне предложили вот такой вот чай, заказанный на Озоне. Спокойствие и баланс. Ну, у Алины все чаи спокойные, спокойствие настроены. И здесь оказывается несколько пакетиков. И в каждом пакетике своё послание. Надо открыть? Да. С мятой, шиповником, милисой, душицей. Ромашка, гибискус, ежевика. Лист, смородина, ягода. Вот всё. Где послание? А, на еручке. Сегодня выбери покой. Там всё такие послания. Что за фигня? Приятные, позитивные послания. Ну, конечно, время-то уже ночью, я выберу покой. Хотя день был не такой уж спокойный. А есть такой же фирмы, только не спокойствие, а что-нибудь бодрое? Есть активность. А, вот, смотри. Имбирная энергия, иммунитет, сила, детокс, молодость, заряд витамина, спокойствие, баланс, восстановление, отдых, тонус. Вот, надо тонус настроения мне, либо имбирную энергию. Или иммунитет, сила. Или заряд витамина. Короче, всё надо. Мне надо бодрить, потому что у меня давление низкое. У нас пол первого ночи. Опять занимаемся какой-то ерундой. Мы уже убрались, уже не в квартире. Потом что-то мы ещё сделали. Приехали сюда. Короче, у меня снова проблема. У меня какие-то проблемы с молниями. На сапогах проблема с молнией, на дублёнке проблема с молнией. Короче, всё расстёгивается. Ну, расходится на дублёнке, а на сапогах там вообще зубчика нет. Ну, там, короче, вообще беда. И вот, мы подумали, чтобы не менять молнию на дублёнке, сменим собачку. Купили собачку вчера. А вот мы, когда вчера покупали собачку, тогда и заметили, что машину-то поцарапали. У ручка. Мы вышли оттуда ещё, ну, чё за фигня, типа, намёрзла, а оказывается, вот. Ну, там уже история решается, поэтому про это расскажу потом. Короче, купили собачку. На ней написано 5D. Это моя первая работа. Отголосок такой. В 13-м году я туда устроилась. В 13-м. Чё? А, ну, в кинотеатре, да, на 5D я работала первый раз. И здесь написано 5D. Это хороший знак. Главное нам с тобой ничего не испортить опять. Может быть, дело в том, что металлическая молния, металлическая собачка, и зубчики истёрлись там. Ну, короче, может быть, мы... Так часто бывает, да. Может быть, мы справимся без замены молнии. Я думаю, сначала надо попробовать заменить собачку. Вдруг поможет. Нам сказали в магазине ткани, ну, где мы покупали молнию, ой, собачку, бегунок. Там сказали разрезать между зубчиков. Либо разрезать, либо... Разжать? Сначала разжать, попробовать это сделать здесь, стопор убрать. Если не получится здесь завести, то придётся между зубчиков разрезать, вот так вот развести замок и одеть. А мне кажется, она больше за разрезание была... Но потом как сшить, я не знаю. Она больше за разрезание была, да. Как сшить потом, ну и что здесь будет некрасиво, я думаю. Ну, как-то вот надо красиво шить. Ну, они-то умеют там красиво шить. А потом уже так. Нефига, так легко? Про что она и говорила. Здесь вот утолщение. Не факт, что она слезет. Может стянуть? Ну, может и стянешь, а новую как одеть? Короче, если мы всё сделаем, то я это покажу. Если что-то войдёт не так, я это вырежу. Я всегда так говорю, но всегда всё оставляю. Мы всегда всё показываем. Ну, конечно, ну, а что это жизнь? Ну, не все умеют менять собачки. О, снял, молодец. Снять удалось. Всё, тогда кадр остаётся. Мы можем, вот тебе решать, мы можем вот эту родную поставить, которая вторая, на низу, которую ты не пользовался, она явно целая, в порядке. Она, кстати, другая. Посмотри, какая-то и какая-то. Тут чека только другая, вот эта, да, брелок. Либо вот эту можем поставить. Лучше вот эту, потому что она больше. За эту неудобно тянуть, если она маленькая. Давай 5D. Давай. Плохо заводится. Нет, ты просто как-то заводишь. Я сбоку, да, завожу. А что, так надо? Так, заходит. Так та снялась. Потом, когда всё будет красиво, засниму результат. А пока, так как ты замёрз, я включу увлажнитель, с которым мы тоже тут что-то делали-делали. Но там, кстати, этот фильтр стоит, я не знаю, как он выглядит. Я думаю, надеюсь, что хорошо. Ну, давай посмотрим. Я давно не смотрела. Интересно стало, он тогда снимает. Оттемнел. Да, наверное, тоже жёсткий. Ну, работает. Но, тем не менее, сколько прошло, месяц, наверное. Он же был не такого цвета. Да, да, да. Он был серый, по-моему. Всё нормально. А на стенках там не так уж много. Может, его надо поменять, чтобы копилось именно на войлок. Ещё один хочешь такой же сделать? Ты хочешь опять заниматься этим? Промерь мне сейчас. Только до конца молнии не доводи. А вдруг я забуду про это? Поэтому я уже третий раз говорю. Топор пока не установлено. Что-то по-другому идёт, кажется. Приработается. Ну, звук другой, звук другой. У меня вот здесь расходится, потому что у меня здесь перчатки. Видишь? И все думают, что я беременная. Из-за этого. Но здесь не расходится, кстати. А где расходилось? В колосе? Вот здесь и вот здесь. Так. Стой, 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 не торопись. Я не тороплюсь. Он может немного заедать первое время, да. Но потом... Вообще очень легко всё едят. Ну, здесь чё-то. Чё-то. Ну, да нет, это кажется, да. Хотя нет, кажется, что тяжело идёт. Ну, вот вниз, видишь? Немножко как бы заедает. Вниз, да, он хуже идёт. Либо за низ тянешь, либо за верх. Он наизлом идёт. Вот смотри. Если ты возьмёшь не вот здесь, а вот тут ближе пальцами, вот тут, то он нормально ходит, когда ты ровно его держишь. А когда ты тянешь... На 90 градусов. Да, когда ты тянешь, он нагибается либо туда, либо сюда. И тормозит. Сейчас снимай, будем ставить стопор. Ребёнок написано на камере. Ну... Сейчас портрет. Потому что я сильно довольна. Да, бывает такое, что это ребёнка обозначает. Ну, все мы где-то дети в душе. Хорошо. Давай. Итак, собачка работает. Всё хорошо и прекрасно, поэтому я снова в дублёнке, а не в куртке. Сегодня пасмурно, идёт снег, мы гуляем. Я не знаю, этот влог будет называться просто ничего не делание. Ну, вот просто будни, мы реально просто отдыхаем. Как? Ездим туда, сюда, гуляем, да? Как? Жизнь прекрасна. Вот по частному сектору гуляем. Мы приехали на мост, здесь Маклаковка и там мост. Ну, я летом там была, но мы решили здесь пройти с зимой. Потому что мы уже везде прошлись, по-моему, везде прогулялись. И вот здесь такой дом, он нас заинтересовал. Мы на него смотрели сейчас минут 30 и обсуждали, что красивые полка. Говорит, что его построили из дерева из-за того, что люди любят экологичность. А я говорю, у людей просто этот материал был под рукой и более доступен. Ну, всё, пойдём спросим. Скорее так. Ну, тебе понравился гараж, два въезда? Да, два въезда, автоматические ворота. Это одно из основных преимуществ дома. Гараж, собакина завести и огород под рукой. Собакина. Куда без собаки-то? Без собакины никак. То есть каждый день надо гладить? Да. А так, а кошка у нас будет? Кот? Ну, там посмотрим. А, собака будет, а кот под вопросом? Тут от дома зависит. Если квартира, то только кошка. Кот. Либо кот. Давай, посмотрим. А, с этой стороны. Ну, лучше кошка, конечно. Вот, смотри, у них труба, угловые окна. Ну, конечно, красиво. Хороший вид ты имеешь в виду. Дорожка к мосту и не будет никто строить. Скорее всего, и уже берег прямо от косы. Берег Маклаковки была бы, она ещё полная, полноводная была бы. И вот здесь рядышком обычная двухэтажка. Мне кажется, там никто уже не живёт. Живут все. Да? Да. А где-то заброшенная тут стояла. Да нет, она заброшенная же, нет? Да нет. Ну, пойдём, подойдём, посмотришь, какая она заброшенная. Я вечером тут проезжал, все окна верили. Да? А, ну тогда ладно. В том числе, это маленькая створца. Маленькая, кортика прикольная. Ага. Сейчас аккумулятор сядет, кто-то камеру не зарядил. Блогер называется, да? О, ты смотри, какие двери. Это как в питерских домах. Такие высокие. Какой дом? Не, так на окно загорелся. Номер 13. 13. Отличная цифра. Ну, может, в каких-то квартирах живёт. Понимаешь, у кого-то есть балкон у одного, а у остальных нету. Да. А может, это у них общий какой-нибудь коридор? А вон мох растёт. Пойдём внутрь. Не, 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 не. Я опасаюсь. Почему? Не знаю. Кто там живёт, неизвестно. Ну, вот машина одна стоит, может, кто-то и живёт. Одна, и вот тут тоже на топке. Ну, ладно, две машины стоят. Гаражи вон топятся. Явно их. А, у них здесь ещё гаражи. Ну, видишь, как хорошо люди живут. И дровишки рубят. Красота же. Красота. Красота. Тут спокойненько, нормально. Да? Экологичный дом. Маклаковка уже немножко растаяла у нас. Мост, вот вообще как-то низко. Это столько снега, что ли? Он лежит на льду и на воде, по-моему. Мне казалось, он вровень. Почему он так внизу-то прям? Кстати, люди ходят. Может, ниже стал. Потому что, видишь, перила как сложились. Они же прямо были натянуты. И вот эти вот дуги загнулись. Этот канат так прям над головой висит. Вот это красивое место. Такое свободное-свободное, да? Вот тропинка. Люди ходили, видишь, и по... На ту сторону? Пересекали, да. Может, собаки ходили, но по одному месту. Наверное, люди всё-таки. Умные собаки. Холодно. Ладно, пойдём пройдёмся туда-вобратно. Я замёрзла. Но он утонул в снегу, видишь? Да. И в воде он там утонул подальше. Людям затопятся райчики. Бедные люди. И огородики. Вон там теплички какие-то стоят. Явно зальёт. Они будут купаться в огороде. А ещё у нас вон там гостиница стоит. На берегу прямо. Что ты взял? Потому что на ней написано всегда было. Да? Но она заброшенная какая-то здание. Ну, сейчас она, может, и заброшенная, но буквально недавно она ещё работала. Предлагаешь переходить? Ну, если ты справишься, как я, наступать на деревяшку одной ногой, да. Как тебе помочь? Нет, подожди, да я пойду так. Ну, давай, замшевых своих. Ну, а что делать? Чья была идея сюда пойти? Моя, да? Да. Да, говорит, я здесь была, но зимой ещё сходим. Больше не сходим. Была плохая идея. Пойдём. Я предлагаю её очень хорошо. Посмотрим гостиницу. Дошли мы на ту сторону, вот эта гостиница погоревшая. А Ира... Там собаки. Глаза ужаса. Так там собаки. Там собаки, да. Но они же маленькие. Вот такие! Они сами боятся тебя. Пойдём. Пойдём. Ты, главное, не показывай, что ты боишься. Я не могу не показывать. Вон она сюда идёт. Пойдём обратно. Не бойся. Пойдём. Интересно же собаки. Давай я сам пойду. Стой тут. Ну я посмотрю, если их там нету. Ну ты уйдёшь, они на меня напилили. Они ушли. Тебя испугались. У них четыре лапы. Знаешь, как они быстро передвигаются? Кто-то дом построил, что ли, там. Смотри, тут раньше... Были? Просто обход был. Я вот так вот ходил в школу, вот туда. Проходил по этой дороге и в школу. А теперь кто-то дом свой построил на этом месте. Вон она сюда идёт. Чёрный. О, какой-то страшный. Да ну нафиг. Пойдём, пойдём, пойдём. Ну это только одна здравая мысль лица. Она занята своими делами. И вот эти тоже заняты своими делами. Им не до нас. Они просто меня ещё не увидели. Я опущу глаза. Ну вот что они тут патрулируют? Нельзя что ли уйти? Смотри, в разные стороны побежали все. Ещё одна? Ты главное не бойся. Капец, сколько. Они идут на мост. Они идут на мост. Что делать? Пусть идут, проверят мост. Да в смысле? Мы за ними. Ты чё? Всё, пошли во вход теперь. Смотри, дети спокойно гуляют с собаками. Дети ничего не соображают. Дети ничего не боятся. Они ничего не понимают вообще. Да правильно, а чё? Сожрут, не сожрут. Они ещё жизнь особо не прожили. Им всё равно. Ладно, постоим здесь. Если что, будем их спасать. Кого спасать? Бежать надо. Это ихние собаки. Это ихние собаки, скорее всего, знакомые, друзья. Собачья свадьба. Выбирай. Или возвращаться обратно к машине. Или обходить дом. Ну, ладно, пойдём. Это и все другие. А там мы, наверное, не пройдём. Нам, наверное, вон там вдоль домов надо идти. Наверное, но там же собаки. Да все кончились, я думаю. Да их тут, они, они бесконечные. Не кончились, вышки. Думаешь, они респятся там где-то за углом? Зато погуляем, такой большой круг сделаем. Замёрзнем. Вот тот дом, который мы там смотрели. Точно, его прямо отсюда видно. Ага, далеко, конечно. Там хорошо, нет собак. Сейчас нас из двора облаят. Другие собаки. Чёрт, как он хватит? О, брус не такой гнилой. Переулок гостиной 2А. Пойдём в школу учиться. Жуткий райончик. В лесу, когда все кричат, птицы и все остальные, это значит медведь идёт. Да? Да, здесь, видимо, собаки. Там у нас медведя видели, ты же читал. Смотри, можно пройти. А где там? Где у вас там? У нас в городе. В районе инвалидки, по-моему. В Новонесейске. Там, где лесной. Где заправка к НП. Да, 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 вот. Видишь? Видел. Ну, конечно, он за 3 дня уже дойдёт до сюда, всё. Ещё медведя встретим. Выпуск 2010. Угу. 11 класс. Это близко к твоему. Да. Я в 2008-м закончила школу. Я много раньше. А ты в 7-м, да. Да. Экстерном сдал. Да, конечно. Тантуется. Раньше здесь в школе школьнички прятались, курили. Вот здесь этих колонн. Здесь курили? Да. А ты не курил? Нет. Я шёл посюда в школу. И думал, как они плохо делают, я так не буду. Я смотрел на них, они были в кофте зимой, и мне казалось, как им не холодно. Насколько им хочется курить, что они тут стоят. Странные людишки, да? Но. Короче, это у нас четвёртая школа, но она функционирует, работает. Вот. У меня, кстати, мама, по-моему, здесь училась. Что-то вон там ещё школа была, у меня там мама и папа учились где-то там. Где сейчас православная гимназия до туда переехала. А я училась вон в той, вон на православной гимназии. А вот эта вся поляна была засеяна тополями. Тополя росли высокие, помнишь? Тополиный пух, жара, июлья? Нет. Вот вся поляна была в тополях, когда я учился. Когда ты здесь учился, я здесь не была. Я училась в 13-й. Но ты же тут поблизости была. Я в 13-й была. Ну ладно, потом, когда ты... Я перешла в ту, в восьмом классе тебя уже здесь не было. Ты тут здесь до пятого был. Ну ты же в городе жила, ты могла видеть, что тут тополя. Ну они вот по той стороне вон растут. Нет, вот здесь прямо перед нами. Здесь я не помню. Вот в этой ограде куча деревьев была. Да? Да. О, выпуск 2022. Это был хороший год, 22-й. Почему? Ну потому что я защитила диплом на отлично. Ты написала на универе выпуск 2022? Нет. На отлично. Я реально, я выпустила, защитила диплом. И съездила на море, на машине. И развелась. Это комбо год. Самый шикарный вообще. Нет, самый шикарный и 23-й. Самый шикарный, ну это... Ну, 22-й хорош по-своему, 23-й по-своему. В любом случае, все хорошо. А мы тут не выйдем, наверное. Тема интересней. Вон крыша неровная. Это так задумано. Ну да. Ищут. Что такое? Я не знаю. Я не знаю. Я знаю, что здесь директором школы был мой родственник. А, вот это он и есть. Нил Тодохович, да. Прикинь. А, по 77-му. Первый директор школы, да. Мне мама постоянно рассказывала и бабушка. Вот Нил Тодохович, Нил Тодохович. Ну я как бы... Это же не в мои годы было, но я слышала по разговорам. Это с какого года школы? С 64-го она, наверное, и есть. Потому что я в 90-ом каком-то учился. И мы 30 лет или 35 школы пока рисовали. Скучаешь по школе? Вот по этой нет. Я тут не училась. По вон той? По вон той, ну да. Но я туда просто зашла. Так, ради интереса. Но не учиться нет. Вон, смотри, скворечники. Без скворцов и без синочек. Хорошая школа, мне это нравилось. Четвертая хорошая? Да. Да? Тебе нравилась школа? Да ты какой-то уникальный, удивительный человек. Не, сама по себе школа. Я же двух учился. Как здание? Да, это больше не нравилось. Ага. Ну мне нравилось православное, потому что там люди другие. Ага. Вот в этом плане, да. Че, а как вы выйдем отсюда? Ну, очевидно, где натоптано, там вы выйдем. Вот там слева. Через забор, что ли? Ну конечно. Ты че, шутишь? В смысле? А че, тут нельзя? А это не открывается. Как это? Ну по-любому. Ну ты че? Ну так только слотимся. А мы сейчас полезли. Да. Хорошо, когда все хорошо заканчивается. Так а че этот знак значит? Только служебным транспортом. Ну и куда он поехал? Ну здесь, между прочим, все ездят? Не знаю. Инвалидам можно. Этот знак у всех дворах стоит. Ну да, потому что там могут парковаться, заезжать только те, кто живут. Памятник, который не помню как называется, но мы... Привет. На Кликовском мы восстанем. Вашу памятник. Видишь? Все нас знают. Тебя уже узнают. Да, да, да. Ну че, нам придется делать огромный-огромный круг, чтобы дойти вон... Мы можем назад вернуться. Нет, нет, спасибо. Они, может, ушли? Ага, может, нет. Стоят посреди моста, моются там в луже и ждут нас. Вряд ли они моются. А ты видишь отсюда машину? Плохо дело. Она вот для моста же, прям, вот где тот домик, вот там. Так далеко? Прям машину я не вижу. А, вижу, вижу, вижу. Видишь? Да. Даже достает. Пусть она приедет за нами. Ну ладно, пойдем. Пойдем в обход. Не слышно. Ну а че делать? Пойдем в обход. Нет, вернуться нельзя. Нельзя возвращаться в прошлое. Нельзя. Надо идти вперед. Вот, смотри, сцена. Вот здесь у нас проходил день города. А, день города вечером, да. Там он проходил по той стороне днем. А, и по этой стороне вообще-то был днем. Я просто помню, что здесь дискотека была. Да, но на этой сцене была дискотека, которую я снимала. Вот, но мы почему-то тогда что-то не танцевали, поехали в бильярд. Ну, короче, такие воспоминания. Хорошо, что они все запечатлены. А здесь на Маклаковке раньше был пляж, и люди прям купались и загорали. Катамараны. Катамараны даже были? Да. Интересно. Ну, это нам родители рассказывали. Мы, конечно, это не застали, потому что сейчас воды здесь совсем мало. Летом будет видно получше. Ладно, ленточки какие-то висят, видишь, на столбе. Мы были там, сделали круг, и теперь мы здесь. Не прошло и минут сорока, каком полчасика шли. Наверное, сорока минус. И в этом доме очень красиво отражается закат. Он стал еще красивее и атмосфернее. Вот такая красота. Все, я устала. Поедем. Я же так и не дорассказала историю с машиной вот этой. Царапина эта на двери, которая, ну, которая вначале видела была. Мы тогда еще у Лины, когда сидели ночью, ну, я снимала, мы тогда еще в окно смотрели и думали, там, по камерам может посмотреть, кто это сделал. Лина такая говорит, я даже не знаю, чем здесь помочь, что могло произойти, что именно вот там, на том месте, рядом с Лининой машина, вроде как она стояла всегда рядом. Ну, короче, мы думали, думали, так ничего и не надумали. Ладно, прошел день, на следующий день на стекле машины появилась записка. Только на следующий день. Хотя, по сути, прошло уже двое или трое суток после вот этого самого преступления. Потому что мы-то думали, что это произошло здесь, возле моего дома, а оказывается, это произошло там, возле его дома, возле его подъезда. Короче, прошло несколько дней, появилась записка на стекле. Я даже покажу фотографию. Номер телефона замазала. Здравствуйте, свяжитесь по поводу царапины у вас на двери. Записка такая была на стекле. Я как увидела, говорю, ну, чудеса просто, ну, как так, разве такое бывает? Ну, короче, он связался там, говорит, ну, давайте там на две тысячи договоримся, а те говорят, что это сильно мало, там, мы хотим искупить свою вину, там, извинялись так. Ну, короче, хорошие люди попались вообще на удивление. Я говорю, чудеса какие-то. Они сказали Жене, говорят, съезди на СТО, узнаю, сколько это будет стоить реально, и как бы, ну, более реальную сумму нам назовешь, и мы как бы оплатим. Значит, покроем свою вину. Короче, он съездил на СТО, ему там сказали, ну, тысяч около пятнадцати, но оказалось, что у этого человека на СТО есть уже краска именно для этой машины. То есть он говорит, ну, раз уже есть краска, тебе повезло, говорит, ну, тысячи семь я с тебя возьму. Вот, ну, Женя позвонил тому человеку, сказал семь тысяч, ну, и, короче, они согласились, всё получилось хорошо, обоюдно, и ещё долго извинялись. Короче, суть в том, что всё разрешилось чудесным образом. Редко такое бывает, чтобы вот человек сам признался. Они ещё искали эту машину, говорят, долго, потому что, ну, Женя же он у меня в основном ночует. Там редко бывает. Вот они спустя двое или трёх суток, получается, нашли, оставили записку, и получилось, что всё хорошо закончилось. Лина говорит, надо же, какие чудесные люди существуют в нашем прекрасном мире. Вы такие, да, да. Ну, это действительно так. Вот такая история. Воскресенье. Я поеду к родителям, он, видимо, отдаст машину. Ну, ладно, это уже не суть. Ещё на этой неделе мне пришло предложение о сотрудничестве. Ну, это я говорю о ситуациях, которые меня так достаточно сильно удивили. Короче, сотрудничество в Турции, в Стамбуле, там клинику, короче, показать, услугу они предоставляют. Ну, короче, не суть важно, какая клиника. Дело в том, что мы с ними списываемся, они мне три раза написали, я им не ответила. Они всё дублируют, дублируют. Я думаю, неужели они действительно хотят меня позвать в Турцию? Ну, думаю, может, я что-то не так понимаю. Короче, я с ними списываюсь и понимаю, что да. Они пишут, мы действительно хотим вас приветствовать, у нас в клинике. Я говорю, вы хотите, чтобы я приехала в Турцию? Я говорю, где находится клиника? Они говорят, в Стамбуле. Я говорю, вы понимаете, что ну никак, это очень далеко. Я говорю, мне до вас добираться? Ну, слишком долго, я не прилечу. Я посмотрела по карте, 7000 километров, прям сделала картинку, скрин отправила. Говорю, вот, 7000 километров, говорю, ну, извините, никак. Мне пишут в ответ, 2 часа на самолёте, смайлик. Я говорю, какие 2 часа? 20 часов на самолёте. Ну, я посмотрела так, рандомно ткнула там в какое-то начальное число апреля, с Красноярска до Стамбула. Ну, там в среднем 2-3 суток в дороге, потому что пересадка в Москве, пересадка в Астане, и там день там пересадка, день там. Ну, короче, очень долго лететь. Есть билеты, которые в 4 раза дороже, то есть там где-то 60-70 тысяч, ну и дальше, там 100-200-300 с лишним. Там более-менее быстрые, но всё равно с пересадкой, и всё равно, ну, часов 10. Я ей отправляю, я говорю, ну, слишком долго добираться, говорю, ну, этого не стоит. Хотя они написали, что оплачивают услугу, процедуру. Я даже не уточняла конкретно, что там, но я же понимаю, что я не полечу. Трансфер оплачивают, отель оплачивают, перелёт, я так понимаю, не оплачивают. Ну, не суть. Короче, я пыталась долго объяснить, что я живу очень далеко, и перелёт долгий, длительный, это для меня тяжело, и я не смогу. А они не понимают. Она говорит, давайте мы что-нибудь придумаем, здесь какая-то ошибка. Говорит, мы своих друзей с Америки доставляем за 20 часов. Типа, и вы говорите, что вам лететь 20 часов. Я говорю, ну, Америка, ну, там через океан, возможно, на прямом самолёте можно перелететь. А у нас всё гораздо сложнее. Я говорю, вы понимаете, что Россия очень большая, пишу. Я говорю, у меня до границы с Европой очень большое расстояние. Я говорю, поэтому я никогда не была за границей, и у меня даже нет загранпаспорта. Мне всё равно пишут, что, наверное, это какая-то ошибка, не может быть так далеко. К нам с Россией долетают за 2 часа, за 1,5 часа. Я думаю, неужели люди, живущие в Европе, они не понимают, что Россия огромная. Вот они думают, что Россия — это Москва, и всё. Вот граница с Россией есть, и вот там вот все живут, в Москве. А то, что она ещё туда идёт, 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 там, Север, Сибирь. А если бы я на Камчатке жила? Короче, меня так позабавило, я думаю, надо же. Ну, да, действительно, многие люди, которые никогда не были в России, которые живут в Европе или там где-то в других странах, может, в Америке, они, правда, не понимают вот этого всего масштаба. Я пишу 7 тысяч километров. Они не понимают. Я думаю, забавно. В то же время я понимаю, что какие-нибудь смелые блогеры, они бы полетели с радостью, сказали бы, о, Турция — это для меня контент и так далее. Но я-то трусиха, я не полечу. Я понимаю по России, ладно, там, в Москву можно куда-нибудь слетать, что-нибудь действительно попробовать, показать какие-то клиники, какие-то процедуры. Ну, сотрудничество по России ещё более-менее. Хотя меня сколько звали раз в Красноярск, в Люра-Мерлен. И то я говорю, ой, дорога, это там же надо всё равно где-то переночевать, потому что снимать много, ну, я оттуда приеду, вся замученная. И я им тоже говорила, что нет. Даже до Красноярска я отказалась ехать. А тут вообще в Турцию. Ну, получается, на бартерной основе, плюс за перелёт, как бы, мне самой надо было бы как-то добираться за свой счёт. Я не уточняла, конечно, это всё можно было бы решить и договориться, но я не стала, потому что у меня загранпаспорта даже нет, какая Турция. С другой стороны, я думаю, что если бы, допустим, какая-нибудь клиника, которая делает глаза в Красноярске, предложила какое-нибудь сотрудничество, думаю, я бы согласилась, потому что мне это нужно. Хотя страшно, наверное, я бы не согласилась. Нет, ну, это было бы ещё актуально. В Красноярск бы я съездила, если бы это было какое-то стоящее предложение. Просто вот глаза мне надо сделать, поэтому, наверное, да. Ну, это так, мысли вслух. Если мне предложат, я буду очень сильно бояться. Но я понимаю, что надо. Надо будет это всё равно делать. По бартеру, по рекламе или за свой счёт. Когда-нибудь надо будет. Ну, да ладно, чем я занимаюсь тут? Я достала из шкафа вот такой вот мусорный пакет. У меня там... Ой, как они называются? Короткие, контейнеры, короче, вот такие... Я не помню, как они правильно называются. Всё-таки уже много времени прошло. Я как переехала, вот они у меня в шкафу лежат. Уже больше, чем год. Я их не разбирала, ничего с ними не делала. Они как приехали у меня в мусорном пакете, так и лежат в мусорном пакете. Это такие штуки, икеевские, для хранения чего-либо. Сейчас я такими темпами одной рукой, глядишь, и соберу. Вот такая штука для хранения. Сверху всё закрывается. Здесь есть молния. Ну и, короче, вот так вот она по кругу закрывается. И здесь хранится какая-нибудь одежда. Вот у меня на той квартире... Просто я же делала шкаф всё по заказу. Я всё вымеряла специально. Вот для этих контейнеров я вымеряла верхние полки. То есть они чётко вот входили. Тут буквально оставалось 2 см здесь, 2 см там. И по глубине всё, короче, было идеально. Они там хранились наверху. Я сюда складывала верхнюю одежду. Дублёнки, пуховики, куртки, ветровки. Ну, короче, вот такое вот всё. Просто идеально входит даже моя дублёнка сюда. И всё, убирала наверх на хранение. А здесь у меня как бы, ну, некуда вообще. Ну, хотя вон там мне, наверное, не поместится, потому что здесь вот эта штука. Да и занимать место здесь как-то неохота. И я думаю их продать. Ну, Лина сказала, ты собери, сфотографируй. Говорит, может быть, мне нужно. Так что я решила собрать, сфотографировать. Покажу Лине, размеры сниму, напишу ей. Может быть, она заберёт, если у неё... Если к её шкафу они подойдут. Потому что я думала, что мне не нужны такие большие махины. Сколько их штук-то? Вроде две было. Там ещё... А-а-а, там ещё коробки такие высокие у меня есть. А я и забыла. Да, они внизу стояли. Кстати, это тоже было очень удобно. А вот здесь вниз... Вообще-то, может, сейчас с такой глубиной шкафа, как я сделала. Шкаф-то был же он где. Вот здесь были направляющие. Сейчас они прилично передвинулись. Возможно, эта штука бы куда-нибудь туда встала. Но у меня тогда негде хранить пылесос и штатив. И там тоже она вряд ли встанет. Хотя вот сюда, по высоте, прям хорошо подходит. Может быть, я, кстати, её оставлю, поставлю сюда. А здесь инструмент. Сюда не буду ничего ставить. У меня таких должно быть несколько. Ну, где они? Вопрос. Вот здесь, с правой стороны шкафа, у меня тоже какие-то вот такие коробочки. Ну, небольшие. Тоже и киевские. Тоже храню. Думаю, ну, может, не в этот шкаф, так когда-нибудь в какой-нибудь другой. Может, и пригодятся. Наверное, их оставлю. И вот этот оставлю. А вот эти два. Там ещё один такой же. Наверное, предложу Лине. Либо избавлюсь. Не буду захламывать квартиру. Это не прям вещь первой необходимости. Хотя вдруг когда-нибудь, куда-нибудь перееду, и мне вот понадобится. Ну, вряд ли там будет такой идеальный шкаф. Хотя шкаф можно сделать на заказ. Именно по размеру вот этих коробов. Не помню, как они называются. Надо будет посмотреть. Вот такие у меня планы на сегодняшний вечер. Вот такие у меня новости. Вроде как всё рассказала. Завтра, послезавтра буду монтировать ролик. Видеоролик, чтобы хотя бы опубликовать в субботу. Чтобы хотя бы раз в неделю выходили видео. Это уже неплохо. Поэтому буду с вами прощаться. Спасибо всем за то, что были сегодня со мной. До скорых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok